МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соломышленники погрузили пострадавшего в машину и увезли в неизвестном направлении. Все это выглядело как похищение и вызвало оживленное обсуждение среди югорчан. Ужас дикий. Едешь спокойно и тут бац, тебя подрезали, еще и избили. Кошмар. Судя по последним новостям, соблюдение законов уже вообще никого не волнует. КРИКИ Видеозапись закономерно привлекла внимание правоохранителей. Они уже нашли и допрашивают всех фигурантов этих событий. По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления, следователями в Нижневартовске проводится доследственная проверка по данному сообщению. Из объяснений участников конфликта установлено, что ранее между собой мужчины не были знакомы. В автомобиле Митсубиси находился водитель, 27-летний житель Нижневартовска, а также его пассажир. В автомобиле ВАЗ находились двое жителей Нижневартовска 1991 и 1985 годов рождения. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью водителя Митсубиси, назначена судебно-медицинская экспертиза. Случайное знакомство обернулось для 58-летней югорчанки потери денег. При отработке оперативной информации сотрудники полиции Сургутского района выявили факт кражи на сумму свыше 23 тысяч рублей. Стражами порядка было установлено, что 36-летняя подозреваемая познакомилась в общей компании с 58-летней потерпевшей. Когда знакомая уснула, злоумышленница украла ее телефон и, используя мобильный банк, приобрела себе новый телефон, алкоголь и продукты питания. Пароль от мобильного банка гражданка узнала, когда женщины вместе ходили в магазин с загорячительными напитками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая. Отмечу, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Поэтому будьте внимательны при выборе компании для веселого времяпрепровождения. Среди новых знакомых могут быть и вот такие вот личности. В Лангипасе сотрудники полиции задержали двух любителей мефедрона. Произошло это на дороге Сургут-Нижневартовск. Сотрудники ДПС заметили двух мужчин, бодро шагающих по обочине в сторону города. Увидев полицейских, 33-летний мужчина выбросил сверток с неизвестным содержимым в траву. Прибывшая следственно-оперативная группа провела осмотр участка местности, в ходе которого был изъят полимерный зиплок-пакет с порошкообразным веществом. Согласно экспертизе, это мефедрон массой чуть-чуть более мирамов. Задержанные сообщили, что приобрели наркотики через интернет в одном из мессенджеров. Сверток подняли по координатам в лесополосе возле дерева. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по 228-й статье. Это незаконное приобретение и хранение наркотиков, совершенное в крупном размере. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Со штрафом в полмиллиона рублей. Вот так за один грамм, буквально несколько щепоток запрещенного вещества, можно получить реальный срок. Надеюсь, для мужчин эта ситуация станет уроком. Вам же желаю всего доброго и до встречи в новых выпусках программы «Югра. Территория безопасности». Продолжение следует...